И вообще, что такое мотивация, такая бывает, или именно про детскую мотивацию, потому что у взрослых она немного отличается. По классике жанра, конечно, сначала с определения. Мотивация вообще это что? Это важное для нас внутреннее состояние. То есть то, что есть у человека внутри, то, что инициировано изнутри самого человека. Могут быть внешние факторы, которые помогают инициировать это внутреннее состояние, но все равно мотивация это то, что у самого человека внутри. Для нас с вами это будет важно. Это состояние активирует, направляет и поддерживает поведение, направленное на достижение цели. Тоже важно. Если нет цели, никакой мотивации не будет. Важен тот фактор, что когда мы достигаем цели, мы предполагаем изначально, что мы от этого почувствуем себя лучше. И это тоже очень важно учитывать, потому что когда люди ставят перед собой цели, при достижении не чувствуют себя хорошо. И то же самое касается детей. То есть внутренние цели детей должны им приносить радость, должны им приносить счастье, удовлетворение. Вот откуда это счастье и удовлетворение возьмется, мы сегодня с вами поговорим. Но начать я, наверное, хотела бы с двух историй. Это истории двух моих клиенток. Это уже взрослые женщины. Обе они чемпионки мира по разным видам спорта. Из соображений конфетенциальности не буду, естественно, говорить пока, как именно. Но, тем не менее, мне кажется, это огромное достижение стать чемпионкой мира. Они пришли ко мне, ну как, к психологу, совершенно с разными изначально вопросами. Кто-то с детско-родительскими отношениями, в смысле с отношениями со своими детьми. Кто-то с тем, что вся нагрузка лежит на их плечах, и все остальные домашние свеселые варки и есть сверху. Но этим двух женщин была одна очень-очень похожая черта. Называется она «Любовь к матери». И, как это ни парадоксально, но ни одна, ни вторая, эту любовь отцелек не чувствует. И если мы, ну, психологи же любят копаться в детстве, да, как говорится, все родом из детства. И вот, когда я начала свои раскопки, выяснилось, что одна из моих клиентов всего детства и выступала на сцене. И достигала определенных успехов в спортивных мероприятиях. И чего она только и не делала, вы знаете ли, для чего? Для того, чтобы ее родители хоть раз пришли на ее бюджетное выступление. Ну, воспитывала ее бабушка, бабушка ходила, поддерживала. Но не приходили родители. Пока они жили в посреднем городе, работали. И, ну, может, конечно, приходили пару раз. Но вот постоянные их поддержки она не чувствовала. И именно для них, и в частности для мамы, она старалась быть все лучше, лучше и лучше, чтобы, может быть, когда-нибудь мама обратила на нее внимание. Вторая моя клиентка, тоже чемпионка мира по другому виду спорта, тоже имела большие, и до сих пор имеет большие сложности в отношениях с мамой. Не было любви. Да, и до сих пор нету, и не было поддержки. И такое для нее счастье было, когда в процессе нашей работы она выложила очередное свое спортивное достижение в своей социальной сети. И в первый раз за большой-большой промежуток времени ее мама в этой социальной сети ей написала, какая ты молодец. Она была в шоке, сказала Катя, это благодаря тебе. Ну, конечно, это не благодаря мне, но я считаю, что наша работа с ней на это повлияла. Вот почему я начала с этих историй? Наверное, для того, чтобы предложить вам задуматься. Задуматься над тем, как вы мотивируете своих детей, на чем строится ваше желание, чтобы они чего-то достигли, что лежит внутри этих желаний и ожиданий. И многие родители не знают, как... Ну, слово «правильно» здесь, наверное, неуместно. Никто не знает, да, что есть правда, что есть ложь. Но как и лучше, во всяком случае, замотивировать детей на какие-то успехи, на какие-то достижения, будь то учеба, или будь то спорт, но при этом их не искалечить и не изравить. Можно замотивировать человека что-то сделать из страха. Да, из страха наказания, из страха того, что его чего-то лишат, из страха того, что мама, папа или еще кто-то перестанет с ним разговаривать, да, если он принесет двойку. И действительно, такой ребенок старается, учитель и стойк, потому что страх настолько велик, что, ну, это просто непреодолимый горьёк. Считаете ли вы, что это подходящая мотивация? Как вы думаете, вот этот ребенок, он вырастет, исходя из чего он будет действовать дальше в своей жизни? Есть вероятность того, что и другие люди, по примеру, его родители его будут запугивать для того, чтобы он что-то сделал, потому что это действенная модель поведения. Да, мы привыкли так действовать, и окружающие это чувствуют, что если нас напугать, то мы пойдем и сделаем. Если начальник скажет, что он лишит нас зарплаты или что он на собрании его всеуслышания расскажет про наш какой-то недочет, мы из страха будем это делать. Но это те люди, которые живут в страхе постоянно. Просто, ну вот, просто подумайте об этом. Ну, немножечко теории про то, какая бывает мотивация для того, чтобы тоже ориентироваться, когда вы хотите поговорить о чем-то с ребенком, какой вид мотивации у него преобладает. Есть разные типологии, и я выбрала одну из которых, одну из которых мне больше всего понравилась, показалась подходящей. Мотивация. В данном случае есть на четырех уровнях. Органическая мотивация, она, ее цель это удовлетворение физиологических потребностей. Да, то есть потребностей нашего организма. Я хочу есть, я пойду добывать себе еду путем сажания пельдили в огороде или путем зарабатывания денег для того, чтобы обеспечить себе еду. Есть функциональная мотивация, да, это, скажем так, более культурные формы активности. Сюда мы относим совместные игры и спорт. Важно, да, она приносит и удовлетворение, и наслаждение, и контакт с окружающими людьми, и является при этом необязательной. А есть социальная мотивация, да, ее суть в том, чтобы, когда человек хочет занять определенное место в обществе и получить признание, уважение, нужность для окружающих, власть. На самом деле, если мы покопаемся во всех этих причинах, то суть всего этого будет с желанием получить любовь. Ну, к этому мы еще вернемся. Я, кстати, у детей она тоже присутствует, когда детям важно, какое они место занимают в своем обществе, в детском саду или в школе. И у меня много ребятов, детей, подростков, которые, ну, скрывают уроки, совершенно асоциально себя ведут, да, там, рисуют на себе, или грубят учителю. И все это для привлечения внимания, для того, чтобы в итоге занять какой-то определенный статус в иерархии среди сверстников. Правда, вот, среди подростков прям очень часто встречается. Кстати, очень хорошее интервью с моей колебой и психологом нашего Центра разрешения Татьяной Куликовой. Она как раз рассказывает про самоповреждающее поведение и его причины и что с этим делать. Кому пригодится ссылка, я думаю, там будет в описании. Да, спасибо. Мне подсказывают тут знаками, что да, ссылка будет в описании. А, и еще мне подсказывают знаками, что у нас есть телеграм-канал, где вы сможете задать свои вопросы мне и другим психологам нашего Центра разрешения. А прийти к нам вы можете в любви фитнес или записаться на онлайн-консультацию обсудить разные вопросы. И последний слой, я бы сказала, да, вид мотивации это духовное, которое связано уже больше с саморазвитием человека. У детей встречается реже, потому что дорастает от нее позже, поэтому про нее мы сегодня говорить не будем. Но если захотите, потом поговорим с каждым индивидуально, с кем-то из взрослых. Да, кстати, если у вас есть вопросы или что обсудить, то пишите в чат, постараясь на них ответить. важно, когда человек всегда ощущает потребность в чем-либо. Удовлетворение этой потребности и является одним из способов, одним из того, что запускает мотивацию. Если у человека все потребности удовлетворены, то ни о какой мотивации речь с точки зрения ребенка идти не может. Это к вопросу в тех детях, которых очень любят родители. Я когда-то даже, по-моему, писала статью под названием «Любви много бывает». о том, что чрезмерная любовь родителей губит детей. У него есть все виды гаджетов, у него есть одежда, им ничего не нужно. Зачем ему говорить «Вот у тебя все есть, мы тебе все даем, только ходи в школу. Вот твоя задача хорошо учиться». Зачем? он же ему ничего не нужно. У него уже все есть. Представление о том, что в будущем ему нужны будут деньги, чтобы зарабатывать себе на жизнь, ну, это бесполезно, потому что дети больше живут в формате здесь и сейчас. Кстати, я своим клиентам тоже рекомендую жить в формате здесь и сейчас. Но это мы как-нибудь обсудим при другой встрече, потому что это самые действенный формат. И так далеко на будущее они планы не строят. В подростковом возрасте у некоторых приходит понимание, да, о уже приближении вот этого вот взрослого будущего, но тоже еще не настолько, да, пока не попробуешь, пока не наступишь здесь раз на дни и те же грабли, пока не лишишься чего-то, в частности, это пропитание и хороших каких-то вещей, которые покупают родители, и не поймешь, нужно тебе, что зарабатывать, эти деньги, не нужно тебе зарабатывать, нужно тебе иметь статус и быть в какой-то профессии, которая социально одобряема, или достаточно быть двойником, зарабатывать себе на вкусный бутерброд с маслом и, допустим, с сыром хватает, и лежать на диване и смотреть телевизор. А, слушай, да, я бы так сказала. Вот, и в этом смысле, конечно, самое лучшее для детей это, например, их родителей. То есть, в принципе, да, то, как мы можем обучать детей, это только на своем опыте. То, как мы строим свою жизнь, то, как мы радуемся этой жизни, то, какую систему ценностей в этой жизни мы предпочитаем. Да, вот, когда я готовилась к сегодняшней нашей встрече, искор, честно, да, разъяснились, искала, наверное, такую цитату какого-то известного человека, с которой я была бы прям вот на 100% согласна и нашла. Она заключается в том, что успех, это не является ключом к счастью, а вот счастье является ключом к успеху. И вот немножечко про счастье мы с вами сейчас еще и поговорим. что важно для ребенка? Для ребенка важна любовь родителей. Именно на ней все строится. И страшна при этом родительская нелюбовь. Вот если вы строите свои взаимоотношения с ребенком на любви, и вопросы мотивации они отходят на второй план. Потому что вам не нужно, чтобы ваш ребенок стал чемпионом мира для того, чтобы вы удовлетворить, как это часто бывает, свою потребность в некой социальной реализации. и тогда ваш ребенок не будет стремиться достигать каких-то успехов и достигать каких-то пьедесталов. Но при этом он точно будет знать, что он любим. И при этом с этой установкой и с этим внутренним состоянием он пойдет дальше в жизнь. И будет идти в этой жизни не надрываясь, как это часто встречается у нас особенно в больших городах, когда мы огромное количество сил тратим для того, чтобы доказать нашим родителям, что мы достойны любви. А он будет идти по этой жизни с удовольствием. И вот это внутреннее счастье будет сопровождать его успех. Поэтому что важно для того, чтобы это внутреннее счастье у вашего ребенка сложилось и было? Важно во-первых позитивное подкрепление. То есть когда ребенок чего-то достигает, когда у ребенка что-то получается, это для вас самый главный ключик к тому, чтобы у него получалось в следующий раз. ему от этого становится лучше, когда вы хвалите, когда вы поддерживаете его успехов, когда вы вместе с ним или с ней ищите те сильные стороны в его характере, в его телосложении, в его способностях, на которые можно опереться и найти те области, те прослойки, где благодаря своим сильным сторонам он как раз и найдет успех. Вы можете даже прикинуть сами на себя. У вас когда что-то получается, вы радуетесь? Радуетесь. Радость является позитивным зарядом для того, чтобы вы в следующий раз захотели сделать то же самое. Поэтому чем больше положительного подкрепления к успеху ребенка, тем больше ему хочется достигать. При этом это положительное подкрепление абсолютно не обязательно должно быть в виде какой-то купленной игрушки или киндер-сюрприза. Все-таки самое главное это ваши искренние эмоции. Для того, чтобы эмоции были искренними, также важно быть с ребенком, проживать вместе с ним его жизнь, быть заинтересованным в его жизни. Не просто я привела к примеру на секцию оттала самому крутому тренеру в Москве сделайте чемпиона, я потом буду рассказывать своим подругам и друзьям о том, что вот у меня ребенок замен в таком-то соревновании такое-то место, на таком-то соревновании такое-то место. это вы делаете для себя, это вы делаете не для ребенка. И да, ребенок будет достигать успеха, но не будет при этом втюре счастлива. У зрительного зала есть какие-то вопросы? Ну да, какая приятная умная женщина. И есть вопрос, ребенка нужно хвалить за что-то, за достижение чего-то, проявлять любовь, как я тебя очень люблю или это безусловная любовь должна демонстрироваться и показывать, что я тобой держусь какой-то нему. Безусловная любовь это прекрасное понятие, к сожалению, не все ее ощущают в жизни, потому что она как бы либо есть, либо ее нету. Вот если ее нету, то я конечно всеми руками за то, чтобы вас научить этой безусловной любви, которая приносит огромное внутреннее счастье тому, кто эту любовь безусловно испытывает. Но зачастую процесс беременности проходит к примеру для женщины болезненно. Или так случилось, что она носит ребенка от нелюбимого в итоге человека. или супруги развелись, а ребенок безумно похож на одного из супругов. И поэтому испытывать эту безусловную любовь в данный конкретный момент времени невозможно. Не получается. Она может быть даже изначально не зародилась внутри. Любить своего ребенка это все-таки к большей части родителей относится, но тоже к сожалению не ко всем. вот здесь вопрос в чем? В том, чтобы вы проявляли свои чувства искренне. То есть не просто какой-то молодец, все классно, побежали дальше. Побыть с ребенком, обнять ребенка. Зачастую просто обнять и подержать и сказать как я за тебя рада. Ты себе не представляешь как я тебя люблю и как я рада, что у тебя это получилось. Это уже будет прекрасной похвалой. Если есть какие-то еще уточняющие вопросы, задавайте. вопрос вопрос такой, а со своими детками получается усыскать детства, достичь успеха в воспитании и расставить приоритеты для достижения целей? Ведь соседские дети могут быть разбалованными, особенно в Москве. И дочь поддерживает. Здесь дочь приедет. Сидит в бассейне и поддерживает маму. дочка действительно сидит сейчас в блюзинном зале и поддерживает. Во-первых, хочу сказать, что мне в этой жизни очень повезло. У меня двое детей и к обоим у меня возникло это чувство безусловной любви, которое не всегда дается. Это первое. Второе. Наверное, хочу вспомнить свой негативный опыт общения со своим старшим сыном. Сейчас он уже в девятом классе. Но вот я сейчас вспоминаю, что в классе в третьем лично я поняла, что я что-то делаю совершенно не так. я теряю связь со своим сыном. Я поняла, что когда я его забираю после школы, первое, о чем я спрашиваю, какие отметки сегодня. И сейчас я понимаю, что это ужасно. Почему? Потому что я тогда, правда, несмотря на свое психологическое образование, тогда до меня это еще не доехало. и я не спрашивала, что было в школе интересного. А это важнее, чем отметки. Важнее заинтересованность ребенка в чем-либо. У некоторых детей больше интерес, например, не в содержательном процессе, по уроку дании в том, про что рассказывают на математике или на русском, или на обществознании. Их интерес состоит в том, что вы меня отвлекаете. Я с мысли сбиваюсь. Sorry. Интерес состоит в том, чтобы как вот тому мальчишке сделать такую бякую, такую гадость, чтобы он оплошал на следующем уроке. Да, или а как привлечь внимание вот той девочки. Вот в чем состоит интерес, например, этой возрастной группы. В другой возрастной группе могут возникать интересы непосредственно в уроках. как мне буквально сегодня дочка рассказывала интересную задачку по математике, которая не на то, что когда ты знаешь правила, а именно на сообразительности. Мы с ней зачастую иногда играем в игру. Да, она мне загадывает загадки, задачки, которые она придумывает на ходу с необычной формой решения, а я ей. И я абсолютно честно периодически не могу отгадать загадку или задачку. Ей безумно нравится. Знаете, что ей нравится? Ей нравится то, что взрослый человек, мама, и у нее не получается сделать то, что сделала она. Сразу это что? Это ситуация успеха. Ага, значит, я лучше мамы. И это классно. Классно, когда наши дети лучше нас самих. Классно, когда они идут дальше. Классно, когда они растут выше. И радуясь самих, у них это получается все лучше и больше. Еще вопросы? Мы поблагодарили за ответ из примера жизни. А еще вопрос такой. Вот дети занимаются, например, вот сейчас здесь занятия по художественной гимнастике проходят. И там есть вещи растяжка. Они доставляют боль и порой не всем это легко дается. как здесь поддержать, что называется, правильно такое преодоление этих трудностей. Потому что достижение цели это не только радость какая-то, а всегда прохождение через какие-то трудности, испытания и какая-то своя плата. вот что вы как специалист можете о совете. Здесь важно вернуться в начало нашей беседы вспомнить про то, что все-таки мотивация это внутренний процесс. В данном случае внутренний процесс самого ребенка. Вы знаете, почему ваш ребенок ходит на художественную гимнастику? Вы знаете, для чего он это делает? Вот в качестве такого мини-теста для себя возьмите его сейчас в телефоне или листочек бумаги и запишите такие вещи. Первое. Возьмите ту область, которая про ребенка вас интересует. Это например урок математики или художественная гимнастика. Да? Пишите в заголовке художественная гимнастика. Дальше напишите пять ассоциаций с чем у вас ассоциируется художественная гимнастика. Да? Раз. Пять ассоциаций от вас. Потом попробуйте написать, а может быть даже лучше спросить у своего ребенка с чем у него или у нее ассоциируется художественная гимнастика. И потом нет. Вы сначала напишите, я пока дальше продолжу, а потом скажу небольшой ключик к этому тесту. Вы пока как раз успеете написать, иначе это будет нечестный тест. Вы сами себя обманете, даже заведомо того не зная. Вот важной составляющей в любой деятельности это свой собственный интерес. Да? Он может заключаться в том, чтобы чего-то достигнуть, в том, чтобы получить игрушку, в том, чтобы стать звездой в классе, в том, чтобы привлечь внимание родителей или значимого объекта, которого он, она влюблена. Убедленности у нас детского сада зачастую начинается быть. Дети все к этому относятся. Да? Вот вам, как родителю, важно понять, в чем состоит именно интерес ребенка, для того, чтобы дальше понимать, как уже на основе этого интереса сформировать мотивацию. Да? Для кого он это делает? очень важный вопрос. Да? Тоже в тесте пишите, напишите, для кого ребенок занимается этим. Если в ответе про математику он это делает для бабушки, которая кандидат физико-математических наук, чтобы она им гордилась, да? Один ответ. Он это делает для себя, для того, чтобы по олимпиаде с большей легкостью поступить в лучшее учебное заведение, будет совершенно другой ответ. И вот исходя из этого ответа, вы и ребенка самого тоже не забудьте спросить, а потом еще сравните, да, то, как вы ответили, и то, какой он ответил. Будет складываться ваше представление о том, вообще заинтересован, не заинтересован, и как дальше можно заинтересовать. вот, если, да, ответ, что он это делает для меня, то есть для вас, как для родителя, тогда это вопрос к тому, чтобы вам пойти к психологу, не ребенок привезти, а вам пойти к психологу и обсудить, да, почему для вас важно, чтобы ребенок достиг той или иной планки. Вот. Кстати, у нас есть очень хорошие детские психологи, это Уграна Наталья, она работает больше с дошкольным возрастом, она, кстати, не только психолог, но еще и логобед-дефектовок, то есть может и с одной стороны посмотреть, и с другой и что-то подкорректировать. Татьяна Куликова, которая прекрасно работает с подростками, со сложными подростками, тоже вот можно на нее посмотреть по ссылке в описании. самое главное, не самое главное, я что-то загнула, но у нас есть очень классное направление, которое я люблю всей душой, это семейная мягкая школа. Она проходит и Влюбий фитнес, и Вайланд фитнес. В основном предназначена для детей от полутора лет, лет до восьми, десяти. важно, что занятия проходят с родителями. эти занятия направлены как раз на улучшение взаимоотношений и понимания между ребенком и родителем. Причем занятия в игровой подвижной форме, то есть они веселят детей, они дают пищу для ума родителям, потому что в этих играх сразу идет обратный ответ, как на самом деле складываются отношения между ребенком и родителем, а самое главное для взрослых, по секрету, это то, что вы сами будете очень радоваться этим занятием, потому что вы там сможете поползать на четверейках, покидаться мячиками, поиграть в пирожки и самим побыть в детстве. И тоже важное на самом деле, почему я не просто так рассказала, потому что важная составляющая мотивация для ребенка, как ни странно, это умение родителей вспомнить и прочувствовать себя в детстве, потому что во-первых, вы тогда будете на уровне с ребенком, вы поймете его тревоги, его желания в той возрастной категории, в которой он сейчас находится, когда вспомните себя в этой возрастной категории и сможете с ним порадоваться каким-то ситуациям, успехам здесь и сейчас абсолютно искренне, как раз потому что сами погрузитесь в это прекрасное время детства. У нас есть какие-то вопросы? Да, есть вопрос, детям приходится участвовать в спортивных состязаниях и очень часто после первых спортивных состязаний, когда приходится сталкиваться с публичным выступлением, выходом на сцену перед зрителями, травма, состязания с другими, это напряжение эмоциональное, а еще и проигрыш может быть публичный, это является тоже травмирующим фактором и очень часто дети потом перестают заниматься, теряют эту мотивацию. Как подготовить и вы как психолог рекомендуете или вот с какого возраста участвовать уже в открытых соревнованиях таких, переносных? Ну, здесь нет, конечно, универсального ответа, потому что нужно смотреть непосредственно по ребенку, насколько он, она готова, насколько это и нужно и насколько они изначально не боятся, да, когда мы, например, с детства постоянно тыркаем ребенка, не ковыряй носом, сиди ровно, веди себя прилично, ты в обществе, понятно, конечно, что мы таким образом воспитываем, но когда это чрезмерно много, ребенок становится закомплексованным и эта закомплексованность непосредственно влияет уже на выступление на сцене и мы начинаем бояться, бояться осуждения, бояться того, что нас не примут, того, что нас не поддержат, того, что если я приезжаю, все это горе для моих родителей и да, есть дети, которые после проигрыша действительно больше не выходят, но это важно именно разобраться в причинах, что изначально было, что сподвигло к такому решению, поэтому универсального атлета, к сожалению, нет, приходите, разберемся. Редактор субтитров Корректор А. Редактор субтитров А.